Здравствуйте! Продолжаем работать на лоджии однокомнатной квартиры. Я вам показываю инструмент, которым я сегодня буду работать. Это шпателя, гладилки, кельмы, круглый шпатель для набрасывания раствора на стену. Вот я его сейчас беру в руку. Сейчас я навела и размешала миксером штукатурку, влагостойку, гипсовую, трещину-стойку, специально разработанную для лоджии и балконов. Наношу ее полукруглым шпателем для набрасывания с ведра, а излишки снимаю провилом. Здесь хорошо встает провила стандартная, метровая. Вот обратно набрасываю вот так вот с ведра, растушевываю по стене. Это гипсовая штукатурка, не цементная, но она предназначена для влажных помещений. Ее влажностная характеристика на 15% повышенная относительно обычных гипсовых штукатурок. Рекомендована для санузлов, террас, цоколей, балконов и лоджий. Ну, чем я и воспользовалась. Так, теперь для углов, ребята, я вам говорила, что я использую кельму штукатура. Очень удобно подлезать, вот где углы. Нанесла и излишки опять снимаю провилом. Остальное я в ведро или наношу тут же на стену. Вот где не хватает, обратно набрасываю. Излишки буду срубать. Первый слой будет вот эта штукатурка. Потом пойдет шпаклевка тоже на цементной основе. Там я уже другую фирму, это была Юнис, и там основит я буду использовать. Вот она уже будет белее. Потом тоже вам покажу. Вот такая шпаклевка. В особи разделенной основе. Продолжение следует...